Добрый вечер всем собравшимся, я сказал, что по обычаям, по традициям, всегда под Новый год или после Нового года все очень любят делиться всякими прогнозами, я хотел гадать, что будет, что будет лучше, и я сказал, что сегодня наш гость, который может сказать, что будет в этом году лучше, чем было в прошлом, и сказать, что в прошлом году было хуже, чем будет в этом году. Что надо делать для этого? Что надо делать для того, что надо понимать, какие цифры знать, и я тоже сказал, что очень приятно, что Мария Федоровна не только руководитель Центра Дискредунина, но и отчасти мой коллега, потому что он делится своими знаниями тоже с студентами высшей экономической школы, так что мне очень приятно, я представляю его, я предлагаю, пожалуйста, он ваш, задавайте вопросы, выясняйте все, что не ясно. И да, и сказал, что самые три интересных вопроса, и самые три наглых вопроса, и самые три провокационных вопроса будут, возможно, выявлены книгами, которые называют «Россия удивляет статистика и социология против лифов и вывеса». Так что слово за мая, выясняйте, пожалуйста. Можно с места, да? Добрый вечер. Все-таки ваш дом не очень нравится. И я рад здесь быть сегодня, уже не первый раз. Я представляю Центр изучения общественного мнения. Это компания, которая существует уже 26-й год. В конце 1987 года она была образована, как первая тогда еще в границах СССР профессиональная служба, которая должна на регулярной основе была заниматься изучением общественного мнения советских людей. До этого считалось, что общественное мнение советских людей изучать не нужно, потому что партия и так знает, какое у советских людей общественное мнение. Но все-таки группы распространенных ученых, социологов на протяжении почти 20, даже больше, и продвигали мнение, что все-таки партия знает не все. И надо изучать мнение людей специально, себя специальным образом. Благо, к этому времени на западе наука и, как бы сказать, больше индустрии изучения общественного мнения уже отформилось, и появилось большое количество компаний, была разработана методология. Более того, стало понятно, что это действительно наука, и что она может предсказывать различные повороты в жизни целых стран, наций, обществ. И вот действительно на этом мысли пробилась и дорогу. В 1987 году такая служба была организована, и некоторое время она была единственной в масштабах СССР службы изучения общественного мнения. Ну, затем СССР ушел в прошлое в конце 1991 года, и примерно же в это время наша монополия тоже приказала долго жить. Уже в 1992 году СССР-Центр изучения общественного мнения превратился во Всероссийский Центр изучения общественного мнения. Филиалы ЦИОМа за пределами России превратились в самостоятельные службы, как правило. Кто-то из них существует и по сей день, уже под новыми названиями, с новыми, как правило, руководителями. Кто-то, к сожалению, не должен до сегодняшнего дня. Но в любом случае, в целом, он был под таким вот первой ласточкой, которая дала путь в большую индустрию изучения общественного мнения и очень многим нашим коллегам из совсем разных стран. В России сегодня в ЦИОМ, это уже одна из многих служб изучения общественного мнения, у нас в целом несколько, где-то под 200, вот так вот по нашим подсчетам, компаний, больших и маленьких, которые занимаются изучением общественного мнения, все занимаются разными направлениями. Но вот в ЦИОМ вместе с еще двумя компаниями, это фонд «Общественное мнение» Александра Аслона и «Левада Центр» возникают, так называемую, большую тройку, которая изучает, прежде всего, политические взгляды россиян, изучает то, как россияне оценивают ситуацию в стране, ситуацию в мире. И на основании этого мы публикуем эти данные, сообщаем о том, что думают наши соотечественники по самым разным темам, ну и пытаемся как-то анализировать, а почему они думают так и не иначе. Иногда получается делать какие-то интересные выводы, обобщения, иногда нет. Иногда ответы наших сограждан нас о них ставят в тупик. Кроме того, ЦИОМ входит в такую международную исследовательскую организацию, которая называется «Евразийский монитор». Вот это некоммерческая организация, куда входят исследовательские компании разных стран постсоветского пространства, в том числе и стран Балтии. Практически эти 14 стран сегодня исследователи там представлены, только вот Туркмения не представлены, потому что там социологии совсем тяжело. Слишком жесткий для этого регулятивный режим. И вот мы вместе с коллегами дважды в год, как правило, задаем жителям наших стран одни и те же вопросы. Для того, чтобы понимать, как за вот это время, когда каждая из стран развивается своим путем, когда каждая из обществ становится немного другим, все дальше и дальше отходит от того общего корня, который существовал в Востоке естествия назад, как меняется мнение людей. Причем мы совершенно разные задаем вопросы. Задаем вопросы об общей истории, задаем вопросы о социальном самочувствии, задаем вопросы о каких-то интервьюционных проектах на пространствах бывшего СССР. И так далее и так далее. Затем эти данные сводим по разным странам и вместе публикуем. Публикуем, прежде всего, конечно, в интернете на нашем сайте компании Евразийский Монитор. Сегодня я бы хотел вам представить один из последних по времени проектов, который в целом реализовал в сотрудничестве с несколькими российскими и советскими компаниями. Вот так выглядит книжка, которая называется «Россия удивляет статистикой социологии против мифов и вымыслов». Но книжек всегда не хватает на всех, зато у нас есть всемирная сеть. И в сети эта книжка уже висит в виде такого достаточно удобного, на мой взгляд, сайта. Это, конечно, не Википедия, но это такое собрание совершенно разных данных о современной России. О том, что думают россияне по темным вопросам, о том, в каком состоянии сегодня находится наша страна. И вот этот сайт – это проект сотрудничества нескольких компаний. Это, конечно, Всероссийский Центр изучения интересного мнения, это Фонд общественного мнения, который я уже упоминал, это Институтом обиткованных исследований ГФК Русь, и это наше российское статистическое ведомство, Федеральная служба по статистике или Росстат. Собственно говоря, все данные, которые мы на этом сайте собрали, они имеют открытый характер. В принципе, если дать себе такой труд, то можно их и самому собрать, но для этого нужно действительно потратить много времени, сил, потому что у каждой социализации службы, тем более у Росстата, огромные залежи данных на их сайтах, и ни всякий, ни профессионал, ни специалист туда доберется. И вот мы решили взять на себя эту работу. Почему нам показалось это важно? Ну вот два повода возникло. Первый повод еще в 2011 году, когда у нас в России проходили очередные выборы в Государственную Думу, и выборы проходили в таком достаточно критичном ключе. Много было очень критики в адрес Путина Владимира, в адрес правящей партии, в адрес страны вообще. И тогда один из наших коллег, Аскад Кутлариев, ведущий аналитик института ГФК Руси, а институт ГФК Руси – это такая международная компания, владельцы у нее в Германии находятся, это вот компания, которая занимается маркетинами исследования. То есть в интересах различных торговых сетей, предположим, или каких-то производственных компаний, аграрных компаний, выясняют, что люди покупают. То есть это совершенно какая-то неполитическая служба, у нее нет никаких идеологических установок, она работает по заказам прямых, скажем так, разнообразных капиталистов. И благодаря этому эта компания обладает огромным количеством рыночной информации. И вот один из аналитиков сетей службы, Аскад Кутлариев, как я уже говорил, он сделал презентацию о том, что из себя представляет Россия. Что она развивается, богатеет, усиливается, укрепляется, и наоборот, она идет в совершенно противоположном направлении. То есть деградирует, разваливается, ослабевает, нищает и так далее. Эта тема оказалась очень актуальной и в ситуации 2011 года, когда негативная пропаганда, направленная против Путина и против властей, и против правящей партии, заполонила буквально все информационное пространство. Куда ни ткнешься, везде говорят, что мы такие нищие, сирые, убогие. И вот здесь один из наших коллег просто собрал все эти данные и разослал по сети знакомых. И выяснилось, что ситуация выглядит совершенно иначе. Что мы не нищаем, не деградируем, а мы очень динамично открываемся. Но для большинства тех, которые эту презентацию получили, это было шоком. Казалось бы, люди профессионалы, люди работают с данными, люди постоянно занимаются исследованиями, но при этом сами они считают, что мы живем в стране какой-то убогой, отсталый, зачастую стыдно им за свою страну. И тут они смотрят на эти данные, и у них открываются двери восприятия. Мы зафиксировали этот эффект и поняли, что, собственно говоря, мы оказались в ситуации, когда, к сожалению, факты не говорят сами за себя. Когда факты о том, что Россия сегодня уже далеко не лежит в руинах, как было еще 10-15 лет тому назад, что Россия сегодня это динамично развивающаяся страна, что россияне сегодня это люди с достаточно неплохим социальным самочувствием, не скажу, что богатые, но уже не нищие точно. Вот. Об этом надо говорить. И еще один повод к созданию этой книжки. Другой мой коллега, Александр Аслов, руководитель фонда общественного мнения, весной прошлого года тоже поделился такой ситуацией. И мы позвонили, позвонил один телепродюсер из Америки, продюсер шоу какого-то, разговорного шоу, где обсуждаются периодически разные политические темы. И вот должна была обсуждаться ситуация в России. Ну, а шоу это всегда конфликт, грамма. Шоу всегда это столкновение мнения. Иначе никто не будет смотреть на шоу. Каналов и всех много, можно переключить темы. И поэтому, конечно же, по сценарию должны были высказываться два оппонента. Один, скажем так, человек настроенный негативно к России, и другой, скорее, позитивный. И вот выяснилось, что человек, который настроен негативно продажник России, у него по-другому огромное количество данных, сведений о том, как все в России плохо, как она, значит, еще раз, слабеет, разваливается, чуть ли там не умирает. А человек, который должен был выступить с другой точки зрения, ему абсолютно не на что опереться. Нет ни одного источника, который бы показывал, что на самом деле все совершенно иначе. И это был второй импульс, который показал нам, что действительно это не наша власть, это не идея, не имеющая никакого общественной пользы, а это настоятельная необходимость. И тогда мы действительно собрались с несколькими коллегами и начали искать финансирование для того, чтобы собрать воедино данные о том, что сегодня представляет Россия, выложить их в интернет с удобным поиском, с открытым доступом и желательно еще и дать деньги. И мы это финансирование нашли. Один из фондов, который называется Фонд экономических и социально-политических исследований, Фонд Сиби, дал нам бренд. И мы, мало того, что делали сайт, мы еще и выпустили тираж книжек, 5000 экземпляров, это достаточно много для современной России. И, собственно говоря, за полгода мы эту книжку сделали. Темы этой книги таковы. Мы начинаем с экономических показателей. Показываем, что сегодня российская экономика это далеко не только нефть и газ. Выражение, что мы сидим на нестерной игре и не можем с нее слезть, это мифотворчество чистой воды. Сегодня добыча нефти и газа это очень высокотехнологичная, высокотехнологичная индустрия, очень непростая. Поэтому сегодня добыча селья и селья не является синонимом ни разу, если осталось со стороны, совершенно нет. Легкая нефть кончается, начинается тяжелая, и нефть и газ, и для того, чтобы их добывать, не говоря уже о том, чтобы перерабатывать, нужно приложить огромное количество ума, знаний. И таким образом экономика сельдобывающая может при этом быть экономикой наобоемой. Это то, что еще 10-15 лет назад казалось невозможным. Казалось серьезно, что там качалку поставят и вот давай отправляй назад на себя. Ничего подобного. Но это один из ракурсов, одна из тех, которые поднимаются в экономическом разделе. Дальше мы говорим о демографии. Опять-таки еще в 90-х годах было такое понятие, очень широко распространенное, как русский крест. Русский крест имеется в виду, что в течение 90-х годов у нас резко упала рождаемость, а смертность резко росла. Вот. И вот эти вот две кривые вот так вот пересекались, вот, крест. Да. Русский крест для сочинства. Все, больше нету 100 креста. Вот. А в 90-е годы было очень много по этому поводу степуляций разнообразных и прогнозов таких апокалиптических, что Россия вымирает, что они никогда не свернут уже с этого пути. Ничего подобного. Демографические данные нулевых годов в последнем десятилетии показывают, что у нас растет продолжительность жизни, очень здорово она выросла. У нас растет рождаемость, причем это не просто эффект такой вот финансовый. У нас, вы знаете, ввели такую меру как матерический капитал. Значит, каждая мать получает себе на счет довольно существенную сумму. Сейчас она уже, если не ошибаюсь, больше 400 тысяч рублей. Вот. И может ее истратить на образование для детей на квартиру и так далее. Вот, когда это мера была введена, многие ученые другого же говорили, ну хорошо, вот вы дали такую подачу, взятку материалу, но люди из-за этого не захотят рожать больше детей. Просто те, кто и раньше это планировали, они просто пододвиваются чуть вперед на спектах своих планов. Будут рожать чуть раньше, чем планировали. Опять-таки, выясняюще ничего подобного. Оказывается, реально стало больше в рождении. Но об этом мало кто знает. Об этом мало кто говорит. Это очень удобные факты, в том числе для наших российских ученых-демографов, которые прогнозировали помирание очень скоро, а сейчас прогнозы не сбываются. Ну, в общем, никому не хочется о своих ошибках рассказывать. Вот. Поэтому растем населения, основной капитал страны, он вот об этом. Богатство и бедность. Конечно, по сравнению с такой вот уравнительным социализмом, который существовал в советские годы, и в России, и во всех других странах подсоветского пространства существует огромный разрыв между богатыми и бедными. И, конечно, это очень острая тема для всех людей, кто вырос в советское время, кто привык, что всем должно быть плюс-минус, но порогу. И поэтому у нас в России очень активно, очень конфликтно обсуждается поведение, скажем, наших миллиардеров, олигархов, Абрамовича и прочих, кто за эти деньгами покупает яхты, там, виллы и так далее. Это не первые десятилетия такая история. Но что стоит за этой реальностью? Растет ли действительно у нас расслоение социальное в России или оно, наоборот, смягчается благодаря, в том числе, усилиям государства по повышению уровня жителей пенсионеров, бюджетников, врачей, учителей и так далее. Но выясняется много разных интересных фактов. Например, у нас уровень расслоения ниже, чем в Соединенных Штатах Америки социального поимущественного. Более того, у нас этот уровень расслоения не растет, не уязвичивается в последние несколько лет. В то время, как в Соединенных Штатах он непрерывно растет на протяжении последних 25 лет. Такого рода данные, они заставляют немножко иначе взглянуть на все то, с чем мы, казалось бы, уже хорошо знакомы, смирились в каком-то смысле. Жилью. Вы знаете, что самое, как в своем писатом, Михаил Булгаков, москвичей испортил квартирный вопрос. Но не только москвичей. В Советском Союзе квартирный вопрос был самым острым. И России этот вопрос достался от наследства от Советского Союза. Стремление иметь свою крышку над головой, которую не надо будет делить ни с кем. было и остается даже самым острым желанием россиян. Поэтому один из разделов нашего исследования посвящен жилью. И приводится статистика, согласно которой жилищное положение россиян за последний последний существенно улучшил. Казалось бы, это тоже никак не соответствует таким вот ощущениям. Потому что все говорят, ой, жилье дорогое, ой, ипотека, страшно брать кредит ипотечный. Появилась шутка, что новый вид уголовного наказания ипотека. Правда, это правда. Конечно, неприбычно русскому человеку брать кредиты и очень надолго, на 10-15 лет впрягаться в ерму, как говорят, чтобы его плачать. Но огромное количество людей берет кредиты, добавляет к ним свои деньги. Кстати, тот же материнский кредит здесь играет роль, потому что зачастую он выступает в качестве части первоначального взноса для получения кредита. И приобретать жилье. И в результате обеспеченность жилья, по сравнению с тем, что было 20 лет назад, ни в коем случае не ухудшилось, а наоборот выросло. Социальное самочувствие. Мы привыкли к тому, что россияне такие пессимистичные люди, все время думают, что где-то там за улицей все хорошо, медом намазано, а у нас мы такие вот сирые, убогие, у нас все плохо, ничего мы не можем. Выясняется, что показатели социального самочувствия, то есть это ответы людей на вопросы, а вот как вы живете, вот ваша семья, значит, как ваш год прошел, значит, дали вы дружить лучше или хуже за это время, а как вы считаете, что будет через год, улучшится ваше положение или нет. Вот выясняется, что эти показатели на протяжении последних 10-15 лет непрерывно растут, улучшаются. То есть социальное самочувствие людей в России приходит в норму. Причем эта норма, она не по нижнему уровню выравнивается, то есть стабилизация происходит не на таком примитивном уровне потребностей, а наоборот потребности растут. И то, что вчера оказалось хорошим, сегодня уже, кажется, не очень. Мы уже добрались. Ну, условно говоря, если в течение 90-х годов огромное количество россиян не могло себе позволить даже такую технику приобрести, ну, там, холодильник обновить. То есть сегодня купить новый холодильник это уже не повод для радости для обычной российской семьи. Сейчас уже ворчат по поводу того, что там машины не могут купить, например, или вот жилищные условия лучше. Вот как изменились всего там за десятилетия критерии нормальной жизни. Вот как повысилась планка жизненная людей. Сельское хозяйство. Ну, помним, в советское время назначить человека министра сельского хозяйства это значило обречь его на черная дыра. То есть справиться с сельским хозяйством в советское время было невозможно. Вот такая расстреливная должность проведущегося на начале сельское хозяйство. Помним, что, несмотря на огромные деньги, которые госбюджет отправлял на сельское хозяйство, тем не менее десятки миллионов тонн зерна закупались ежегодно за рубежом. Помним, что, когда началась война в Афганистане, в Соединенные Штаты стали нас пугать эмбарно на ввоз зерна американского. Такого рода рычаги использовались и очень эффективно использовались в отношении нас. После развала СССР, конечно, деревня приняла на себя очень тяжелый удар. Сельское хозяйство по сути развалилось. Но последние 10-13 лет мы видим совершенно другие. тенденции. Сегодня Россия экспортирует зерно и не только зерно. Причем экспортирует миллионами тонн. Сегодня у нас проблема не в том, чтобы закупить в Канаде или в Аргентине зерно. Сегодня у нас проблема в том, как вывести то зерно, которое мы продаем. Сегодня у нас уже не хватает портовых мощностей для того, чтобы продавать зерно в Египет и в другие страны арабского мира, которые хотя бы упали. Поэтому показатели и жизни в селе и экономические показатели сельского хозяйства тоже серьезно улучшились за последние годы. Мы об этом тоже говорим. конечно большой раздел нашей книжки посвящен вечной теме народа и власти. С одной стороны россияне уважают безусловно лично Владимира Путина сегодня, как и 10-12 лет назад это самый авторитетный политик России. не случайно всего полтора года назад в марте 2014 года на очередных выборах Владимир Путин выиграл их в первом же туре набравшийся 4% голосов, а жесткая антипутинская позиция, которая проводила параллельный подсчет. Они не доверяют данным нашей избирательной комиссии, поэтому они проводили параллельный подсчет результатов, надеясь, что выяснится, что Путин не победил. Но они анонсировали вот эти параллельные подсчеты, их так было как минимум 2. На сайтах в интернете подводили эти итоги в режиме реального времени. То есть не приходят новые данные, они их добавляют, добавляют, добавляют. И примерно через 10 дней после выборов они перестали добавлять новые данные. Почему? Потому что выяснилось, что вместо того, чтобы снижаться, процент голосов за Путина растерзли. Даже по этому альтернативному подсчету. Конечно, по данным Путин набрал меньше, чем по официальному, по официальному 64%, но даже по неофициальному он набрал 57%. То есть по неофициальным данным, которые собрали откровенные, открытые, яростные, после этого подсчет перестали делать, потому что стало понятно, что все, затея провалилась. Поэтому, безусловно, Путин, несмотря на то, что у него много оппонентов, много критиков, он остается самым авторитетным политиком и в каком-то смысле безинтернативным политиком. Ни одна из оппозиционных партий не может похвастать наличием в своих рядах политического лидера, который бы был сопоставим по рейтингу, по авторитету. Ну, например, Геннадий Юганов, бессмерный лидер коммунистов, он, кстати, лидирует, руководит к партии в памяти 1992 года, а Путин у нас страной руководит с 1999 года. Все говорят, что Путин долго сидит, не дает молодых гадам дорогу. А вот скажем, лидер главной оппозиционной партии сидит уже 22 года и тоже не дает дорогу. Ну, про Владимира Жайновского, наверное, тоже знаете, он является лидером ЛДПР с 90-го года, то есть уже 24 года. Вот. Так, разрыв, скажем, в рейтинге между Путиным и Зюгановым, лидером главной оппозиционной партии, он пятиграммный. Ну, в пользу Путина. Огромный разрыв. Если говорить про новую такую звезду, восходящую оппозиционную, это Алексей Навальный, да, вот, то при всей его популярности в Москве год назад были, ну, год назад, в сентябре этого года были выборы мэра Москвы, вот, Навальный занял второе место, но он набрал около 600 тысяч голосов. Вот. Вроде бы это много, вот, но надо иметь в виду, что Путин набрал 64% от 110 миллионов при, значит, там, 60% язвке. То есть это десятки миллионов человек. Вот. И это при том, что Навальный за пределами Москвы почти неизвестен. Поэтому, да, есть претенденты на политическое лидерство, это нормально, в любой стране, значит, не бывает несменяемых лидеров, рано или поздно с тем, кто будет за уходить, но вот на сегодня мы видим, что Путин занимает место главы России по праву, он действительно самый авторитетный, люди на него надеются. Это не такая любовь фанатичная, что ли, да, нет уже людей, там, молодежи, которые, скажем, бегают с плакатами «Я люблю Путина», вот такого детского сада уже нет. Это вполне эмоциональное чувство, это в каком-то смысле такой социальный договор, контракт. Путин, когда избирался на выборах в 2012 году, пошел на него с программой, значит, сделал целый ряд обещаний. Затем, как только он вступил в должность президента, он издал серию указов, так называемые майские указы, вот, по ключевым вопросам, например, по жилищной проблеме, да, значит, или по такой теме, как зарплата учителей и врачей. Вот он, например, обещал тем, кто за него проголосовал, что он добьется того, чтобы зарплата учителей и врачей была не ниже средней по экономике региона. Это очень афициозное, прямо скажем. Обещание, потому что требует больших денег на реализацию. Сейчас она в большинстве регионов зарплат ниже. А число и учителей, и врачей, оно миллионами исчезает. И сейчас бюджет наше в большей сложности. Именно потому, что нужно средства на выполнение этих обещаний. Идет дискуссия. А может быть сказать, что мы погоричили? Может быть отказаться от этих обещаний? Потому что экономика, как считают некоторые наши министры, особенно из лидерального экономического финанса 17-го крыла, они считают, что экономика наша не может это все позволить. А пусть говорит, нет, мы должны так проводить нашу экономическую политику, чтобы обещания перед людьми были выполнены. Потому что врачи и учителя это элита нации. Это те, от кого зависит наш человеческий капитал. От кого зависит во-первых здоровье наших людей, а во-вторых зависит образованность наших детей.